1 июля отмечается народный праздник Ярилин день. Этот день на Руси издавна посвящали Богу Яриле. В Православной Церкви 1 июля отмечают память мучеников Ипатия, Леонтия и Федула. Другие названия этого праздника – Макушка лета, Воробьиная ночи, Ипатия, Федул, Сена Зорница. Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу наши предки. Существуют, к примеру, версии о том, что он был Богом Солнца, Богом Любви и Страсти, Богом Сил Природы. Народе считалось, что на Ярилу все живое приходит в яр, то есть начинает плодоносить. Ярила – добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях венок, в левой руке ржи пучок, в правой палеца. Взмахнет Ярила рожью, нивы тучнеют, хлеба колосятся, взмахнет палицей, громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелкова с лазаревыми цветами стелется. Так рисовали наши предки образ этого божества. Ярилен праздник люди называли особенным. Народе говорили, что его целый год ждут, что это всем дням день. На Ярилу ждали сверхъестественных явлений. Солнце замедляло свой ход, а на земле образовывались особые дыры, сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки. Люди верили, что таким образом можно увидеть своих близких, о которых давно не было вестей. 1 июня крестьяне отправлялись на покосы, набивали матрасы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также ярилины игрища, ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем. В народе верили, что на Ярилу пауки предсказывают погоду. Если эти насекомые выходят из своих гнезд и делают новую паутину, то стоит ждать продолжительной хорошей погоды. Если же паук сам рвет свою паутину и прячется, то это предвещало ненастье. Наши предки, видя паука в этот день, загадывали желание. Потом за пауком наблюдали. Если он полз вниз, то желание непременно осуществлялось. Если вверх, то замыслом не суждено было исполниться. С давних времен, в Ярилен день, люди почитают солнце и силы природы. А в самой природе открывается небывалая сила, которую способны увидеть и обычные люди. Это день волшебства и потусторонних сил. 1 июля считается макушкой лета, его апогеем, когда вся природа достигает максимального расцвета и начинает плодоносить. День этот чаще всего жаркий, а солнце надолго задерживается в зените. Энергетика этого дня такова, что все силы природы в этот день становятся открыты человеку и усиливаются во много раз. 1 июля принято веселиться и почитать солнце. В этот день садились за пышный стол, весело праздновали середину лета. На столе обязательно должен быть круглый каравай. Он символизирует солнце, приносит в дом удачу и финансовое благополучие. Согласно народным поверьям, считается, кто на Ярилу из каравай испечет и попробует, тот весь год будет счастливым и богатым. А солнце даже зимой не покинет его жилище. Ярила приносит на землю много хорошего, поэтому этот день издавна считался одним из лучших в году. В этот день не происходит несчастья, дурные мысли у людей улетучиваются, и никакая нечистая сила не может причинить людям вреда. Поэтому в этот день можно рисковать, принимать ответственные решения, проводить ответственные мероприятия. Все это увенчается успехом. Также приметы на 1 июля говорят, что сегодня магически сильный день, когда все потусторонние миры становятся видны с земли. Люди говорили, если отправиться на природу в этот день, то можно увидеть порталы в другие миры, потусторонних сущностей, и даже можно заглянуть за завесу неведомого. Согласно народным приметам, считается, если в этот день розовый закат, он принесет солнечный день. Утром туман, днем будет жарко. Также считалось, что травы в этот день чудотворные. Собранные в Ярилен день травы будут приносить здоровье и счастье весь год. Приметы на 1 июля говорят, кто сегодня каравай испечет и съест, тот богатым будет. Также считалось, что костер, разведенный на Ярилу, приносит удачу и достаток. Ярилу нужно встречать с весельем и гулянием, чтобы солнце в доме на всю зиму осталось. Также, согласно народным поверьям, считается, если девушка в Ярилен день умоется утренней росой, весь год от парней отбою не будет. Родившиеся 1 июля проживут долгую и плодотворную жизнь, при условии, что будут следить за своим здоровьем. Такие люди могут стать хранителями традиций, знатоками всех годовых праздников и примет. И носить им следует агат, как оберег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова